Бизнес-ФМ Ростов. Свидетельство Л-6101-103 от 8 декабря 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационной технологии и массовой коммуникации по Ростовской области. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес-ФМ. Первое деловое радио. Главные темы. Новости на Бизнес-ФМ Ростов. У микрофона Лидия Романченко. Здравствуйте. Коротко главные темы. Пелена не вылита. Из-за сильного тумана в ростовском аэропорту снова проблемы с рейсами. Пожаловался президенту. Мэр Таганрога написал Владимиру Путину о своем уголовном деле. Ничего святого. Грабители обчистили монастырь в станице Старчеркасской. Ценности унесли на 2,5 миллиона рублей. Высокая цель. В Донской столице к маю должно появиться третье по величине в России колесо обозрения. В начале выпуска о ситуации над Донской столицей. С наступлением темноты она улучшилась. В темноте светосигнальная аппаратура способна обеспечить минимальную видимость, необходимую для посадки. Хотя расписание полетов в ростовском аэропорту пока остается туманным, электронное табло рейсов постоянно обновляется. Целый день в работу воздушной гавани серьезные коррективы вносит погода. Густой туман отправил два утренних рейса из Москвы и Еревана на запасной аэродром в Краснодарском крае. Самолеты просто не смогли приземлиться в Ростове. По расписанию сегодня днем посчастливилось вылететь только одному рейсу, рассказал руководитель департамента стратегических коммуникаций аэропорта Ростов-на-Дону Ольга Ладейщикова. В течение дня те задержки, которые были, удавалось преодолеть. То есть если прояснялось и видимость удовлетворяла требованиям экипажей, самолеты вылетали. В частности, самолет авиакомпании «Донавиа» в Симферополь вылетел вовремя по расписанию, несмотря на то, что уже другие задержки были. Также у нас сегодня несколько самолетов находились в зоне оживания. Уральские авиалинии из Домодедова, авиакомпания «ЮТЭР» из Внуково и авиакомпания «Азур-Эйр» из Краби. Когда прояснилось, они смогли произвести посадку. Погода на этой неделе серьезно осложнила работу ростовского аэропорта в понедельник из-за снегопада. Утренние рейсы в Стамбул и Прагу отложили на несколько часов, а вчера из-за сильного тумана задержались 9 рейсов. Мэр Таганрога Владимир Прасолов попросил разобраться со своим уголовным преследованием Владимира Путина. Он обратился к президенту России с просьбой взять уголовное дело под личный контроль. Из письма, копия которого размещена на сайте городской администрации, следует, что областное правительство оказывало на мэра Таганрога постоянное давление, и уголовное дело – это его последний этап. Цитирую, «разногласия возникли по той лишь причине, что с моей стороны была занята однозначная позиция искоренять незаконные действия в отношении государственной и городской собственности, а также моя излишняя, по мнению руководства области, активность по сотрудничеству с федеральными структурами по разработке и реализации программ сохранения исторического и культурного наследия Таганрога». Конец цитаты. Напомню, 25 декабря суд принял решение о временном отстранении от должности Владимира Прасолова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Как считает следствие, глава города заплатил 5,5 миллионов рублей частному предпринимателю за уборку снега, но работы так и не были выполнены. В Ростовской области создадут территориальное управление Минпромторга. Оно будет помогать местным компаниям в получении господдержки. Это решение было принято на фоне сокращения подобных структур в других регионах. Вместо 19 их станет 15. Кроме того, на юге России уже есть одно представительство Минпромторга. Оно находится в Краснодарском крае. Открытие филиала в Ростовской области, скорее всего, связано с активным ростом промышленности на Дону, считает аналитик консалтингового агентства «Прайсгайд» Андрей Катонов. Его слова приводит издание «РБК Юг». За прошлый год прирост промышленного производства региона составил почти 56%, тогда как в целом по стране оно упало более чем на 3%. Стоит отметить, что поддержку Минпромторга уже получили такие донские компании, как БТК «Текстиль», «Ростильмаш», «Донкрабграфит». Грабители обчистили монастырь в станице Старочеркасской. Из помещения церковной лавки вынесли ценности на 2,5 миллиона рублей. Это ювелирные изделия, иконы, деньги из кассы и пожертвования. Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого в краже, рассказала сотрудник прислужбы Донского главка Екатерина Васильцова. «Дальнейшая проверка показала, что ранее данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. В настоящее время в отношении 29-летнего задержанного возбуждено уголовное дело». Нарушитель восьмой божьей заповеди «Не укради» будет обвинен и в нарушении уголовного кодекса. Пока он взят под стражу, похищено, изъято и будет возвращено законному владельцу. В Донской столице к маю должно появиться третье по величине в России колесо обозрения. Его планируют соорудить в парке революции. Крупномасштабный аттракцион будет иметь 30 кабинок, 4 ВИП-уровня и одну для инвалидов. Летом и зимой в них будут поддерживать комфортную температуру. Одновременно прокатиться на колесе смогут 180 человек. Инвестор проекта – группа «Агроком». Администрация города предложила ростовчанам придумать название для новой достопримечательности. Помимо установки аттракциона, инвестор также намерен реконструировать «Зеленый театр». Оценочный объем инвестиций в него составит больше 100 миллионов рублей. Теперь о валюте. На четверг, 14 января официальный курс Центробанка – доллар 76 рублей 43 копейки, евро 82 рубля 72 копейки. И о погоде. Завтра в Ростове пасмурно, но без осадков. Четверг начнется с нуля, к обеду потеплеет до плюс двух, но на этой отметке температуры не удержатся. Ночью ростовский воздух охладеет до минус одного, зато ветра завтра почти не будет. Максимум подует до двух метров в секунду с запада. Атмосферное давление скакнет вверх и составит 755 миллиметров ртутного столба. Информация предоставлена интернет-сервисом «Яндекс.Погода». Игорь Бураков – генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области об однодневной регистрации прав собственности для крупных инвесторов Ростова. Мы экономим время на бюрократических процедурах. Я думаю, что в конечном итоге здесь история придет к онлайн-регистрации. Ну вот, как скажем, платежи электронные сейчас проводятся, да, в один клик, и деньги ушли. А мы, наверное, еще помним время, когда платежки в банк возились, три дня ждали, а были истории до десяти дней, имели право банки проводить. Как все было архаично, да, как далеко это все продвинулось. Я думаю, то же самое будет происходить и с регистрацией прав, и происходит. Еще недавно у нас там было 30 дней, потом там 20 дней, сейчас уже там по приоритетным проектам 7 дней. Я думаю, это будет стремиться к онлайн. Это все можно автоматизировать. Игорь Бураков – генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области об однодневной регистрации прав собственности для крупных инвесторов Ростова. Новости автомобильного рынка расскажу вам я, Лидия Романченко. Здравствуйте. У кого первый рабочий день, а у кого первый незапланированный выходной. С понедельника во временный отпуск уходят сотрудники завода Hyundai в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости. Как передает агентство, завод остановил работу до 20 января. И связано это с запуском производства нового кроссовера «Крета». За несколько дополнительных дней новогодних каникул планируется завершить переналадку производственного оборудования в цехах сварки и сборки. В сообщении компании отмечается, что простой будет оплачен сотрудникам согласно трудовому договору. Штраф с дисконтом. С этого года водители смогут получить скидку в 50% при оплате штрафа в ГИБДД. Правда, для этого придется выполнить несколько условий. Погасит эту задолженность в течение 20 дней после получения протокола о правонарушении и все-таки соблюдать правила дорожного движения. Повторные нарушения, выезд на встречную, а также нарушения, связанные с употреблением спиртного и наркотиков, не будут иметь никаких льготок. На Дону продают «Волгу», на которой ездил председатель колхоза в фирме «Цыган». Наследники оценили ретроавтомобиль в 800 тысяч рублей. Объявление о продаже появилось на одном из популярных сайтов. В нем указано, что продается автомобиль «Волга ГАЗ-21» 1967 года выпуска. Владельцы из Константиновска сообщают покупателям, что машина с пробегом 5000 километров имела всего одного хозяина. Как рассказала владельца автомобиля-актера Наталья, 47-летняя «Волга» принадлежала ее деду, но после его смерти автомобиль стал никому не нужен и решили его продать. Единственный хозяин за ней тщательно ухаживал и зимой не ездил. «Волга» владельца очень дорога, так как участвовала в съемках советского четырехсерийного фильма «Цыган». У наследницы ретроавтомобиля даже остались фотографии с Будулаем. Напомню, фильм снимался в 1979 году в Усть-Донецком районе области, на родине Анатолия Калинина, по роману которого и был снят фильм. Пока это все новости автомобильного рынка. С вами была Лидия Романченко. Реклама «Наша профессия». Термин «билборд» — американский. Этим словом в США в начале 20 века обозначали рекламные плакаты, закрепленные на деревянных конструкциях. Чем больше американцы приобретали автомобили, тем больше таких конструкций встречалось вдоль дорог. А скорость на автомагистралях прямо влияла на размер билборда. За океаном, как правило, используется формат 18 на 6 метров, а в России — 6 на 3. Реклама «Наша профессия». Министерство финансов Весь мир насилия был разрушен. Вместе с ним рухнула и финансовая система страны. Деньги не стоили ровным счетом ничего. Управлять процессом фактически было некому. Народные комиссары, пришедшие на смену министерствам, знали, как захватить власть и подавить мятеж. Но обеспечить даже самые неотложные расходы оказались не в состоянии. На смену сложным финансовым операциям пришла конфискация и продажа золота из казны. Когда стало ясно, что это путь в никуда, большевики обратились к старым проверенным временем кадрам. Они и составили основу нового наркомата финансов. Министерство финансов На Бизнес.ФМ